Привет! Давайте отвлечемся от всего бренного и посмотрим на вечную идею числа Е! Замаскируем все серьезное здесь, под заголовком «топ-5 определений числа Е». Да, звучит безобидно, то, что надо. Итак, пятое место. Число Е — это основание натуральных логрифмов. Звучит, конечно, красиво, но что такое натуральные логрифмы? Это логрифмы по основанию Е? Оу, е-е-е-е, порочный круг какой-то. Конечно, его можно миновать, да и в добротных книгах встречается определение числа Е, как числа натуральных логрифов, которого равен единице, но все-таки оставим это дело на пятом месте. А на четвертой позиции у нас цепная дробь. Ага, это вот такая махина, смотрите. Красиво, аж дух захватывает, да? Чем больше знаменатель вниз потянете, тем выше точность. Брошюрку о цепных дробях прикрепляю в описании и полистайте на досуге ради всего вечного в этом мире. Ах, да, еще ешечку Эллер разложил в цепную дробь вот так. Не только поэтому, эту самую ешечку часто именуют числом Эллера. Оу, е-е-е. А мы уже смотрим на обладателя бронзовой медали. Так-так, что это у нас? А, знаю-знаю, что это за монстр. Частный случай ряда Тейлора, верно? Мы выводили эту штуку, загляните в описание, тут просто вместо их взяли единичку. Что сказать, заслуженное третье место, и красиво, и сходимость резвая. Да, если взять первые 6 слагаемых, уже 2,71 получится, а это вам не хухры-мухры. Такс, ну а на втором месте у нас? Вот, творец сингулярности что, это гипербола, что ли? А, я въехал. Смотрите, Е – это такое число на оси абсцисс, что площадь фигуры под графиком функции 1 на Х в изображенных пределах равна единице. Интересненько, геометрический смысл, так сказать, определенный интеграл. Хотя и похоже на 5 место, для многих неожиданно, так что заслуженное серебро. Ну а первое место занимает, барабанная дробь, 2-ой. Да, все верно, первое место занимает 2-ой, 2-ой замечательный предел. Вот он, встречайте, да, красота. И формула бинома Ньютона здесь как на ладони, исходимость, то что нужно, и экономический смысл, непрерывный рост капитала. А еще, конечно, непрерывный рост ваших ментальных способностей. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!